Привет! Это закрытые полноразмерные наушники от бренда Heavit, которые выглядят гораздо дороже, чем предлагаются на самом деле. Модель называется H655BT, а значит тут есть Bluetooth, но не только он. А что если я вам скажу, что большие наушники с шумодавом, с проводным подключением, с игровым режимом и даже ёмкой батарейкой можно купить по цене довольно недорогих ТВСов? Ну, в общем, давайте разбираться. Наушники довольно крупные по размеру и поставляются в большой коробке. Распакуем белую версию и первое, что радует, это подход производителя. К белым наушникам идёт белый зарядный кабель USB-C и белый AUX кабель 3,5 мм, 3,5 мм. Естественно, есть документация и инструкция. Инструкция на английском языке, но в принципе всё там понятно. А вот чехла в комплект не положили. Наушники хоть и выглядят довольно массивными, весят всего 242 грамма. С одной стороны, это хорошо, потому что голова в них не устает. А с другой стороны, когда ты берёшь их в руки, понимаешь общую пластиковость всей этой конструкции. То есть, пластиковые здесь, например, и направляющие. Обратите внимание, проводки вот в этой самой направляющей и скрываются. С одной стороны, конечно, кто-то скажет, что хотелось бы видеть металл, хотя бы вот на этом направляющем оголовье. Но с другой стороны, те же Sony или JBL за гораздо большие деньги не стесняются делать такие же пластиковые наушники. Сами амбушюры тут охватывающие, то есть, когда вы надеваете наушники, ваши уши полностью погружаются в эти чашки. Белые наушники смотрятся красиво, но крайне непрактично, потому что на них всё видно. Ещё, что мне не очень понравилось, это сам материал. Он крайне мягкий. Производитель даже отдельно написал на коробке про этот материал Skin Friendly Air Moves. Moves-то, конечно, moves, но возникают вопросы, сколько всё это проходит. Касательно направляющих, я уже сказал, что металла здесь нет. Вот максимальный размер головы. В принципе, хватит на любую стандартную башню. А вот что в конструкции лично мне, как человеку, который не первый год пользуется складнями от JBL не понравилось, а то, что чашки внутрь корпуса не уходят. То есть, у нас всё-таки тут есть некоторый вот такой зазор для регулировки, чтобы село удобно. Но сами по себе наушники в переноске, они довольно громоздкие. Касательно посадки этих H655 Bluetooth. Голова и уши у меня вполне стандартные. Проходил я в этих наушниках несколько часов к ряду, именно проходил, а не просидел. И знаете, мне, в принципе, было удобно. Во-первых, они лёгкие, то, о чём я говорил. Во-вторых, уши в них особо не потеют и нет никакого дискомфорта. Так что, если у вас такая же стандартная голова, сидеть они у вас будут нормально. На левой чашке нет ничего, всё управление сконцентрировано на правой. Здесь оно кнопочное, это хорошо. Кнопки прорезиненные и момент нажатия очень-очень отчётливый. У нас тут всего четыре кнопки, некоторые из них мультифункциональные. Включаемся по центральной кнопке, зажимаем. Наушники подают сигнал, и вот этот светодиод начинает гореть красным и синим. Они моментально схватываются в Amplast 12. Плюс одно нажатие, это увеличение громкости, если мы зажимаем, переключаемся на следующий трек. Минус, это, естественно, одно нажатие уменьшения громкости, либо переключение назад. Четвёртая кнопка с гордой надписью ANC. Причём на этой кнопке висит как переключение шумодава, так и включение игрового режима. А вот приложение на эти наушники не завезли. В наушниках использован чип Bluetooth 5.3, ну практически самый современный. Что у нас есть из кодеков? По умолчанию, во всяком случае, к моему Amplast, эти хэви-то подключились с кодеком AC. Можно переключиться на SBC, но по большому счёту оно вам это и не надо. Если говорить о качестве соединения, то мне оно понравилось. Даже в радионагруженных местах, где часто ТВСы заикаются, вот с этой полноразмерной моделью у меня ничего такого не было. Так как нам завезли активное шумоподавление, работа которого основана на нескольких микрофонах в корпусе, то я его, естественно, испытал. Схема этих наушников, в принципе, закрытая и мало что прорывается сквозь довольно плотные вот эти амбушюры. Но вот, честно говоря, прикола с шумодавом я здесь не понял. Я его включал, я его выключал и по большому счёту разницы особой я не заметил. Эти наушники это не какие-нибудь там флагманские Sony, вот такого шумодава, который может вам перебить самолёт, либо близко проходящий поезд, ну тут такого не будет. Какой же звук выдают эти Heavit H655 Bluetooth? Это 40-миллиметровые излучатели, довольно большие, а сопротивление их составляет 32 ома. Если использовать эти наушники с потоковой музыкой, то, в принципе, довольно всё неплохо, но акценты здесь сделаны на средних и на высоких частотах, вот с низкими как-то не задалось. А если говорить про воспроизведение всевозможных видосиков и аудиокниг, то вполне себе классно. Что привлекло моё внимание в этой модели, это 3,5-миллиметровый аудиоджек. Сюда мы кидаем любой провод 3,5-3,5-миллиметра, здесь нет никаких извращений, как у JBL, как у всяких аудиотехник. Слушал я эти наушники с помощью вот такого переходничка на Type-C на своём том же самом вамплассе, и знаете, они совершенно по-другому раскрываются. То есть вот те потерянные басы в них появляются, и они на такое ощущение, что процентов на 20 становятся громче. То есть если вы хотите получить максимальное качество именно по звуку, то добро пожаловать в клуб поклонников проводных наушников. Производитель говорит об игровом режиме этих наушников. Посмотрим и послушаем, есть ли задержка в игровом режиме и без него. По этой гарнитуре можно разговаривать, и это я тоже вам дам послушать. Пример записи звука на гарнитурах Habit H655 Bluetooth. Я нахожусь в довольно тихом помещении, но вряд ли вы в таких наушниках будете где-то умным находиться. Ну, хотя кому как, кому как. И сейчас я пишу свой голос через линию, то есть вы слышите то, как, скорее всего, будете слышать, когда кому-то звоните. Один, два, три, четыре, пять. Что меня крайне удивило в этих наушниках, в них есть работающий мультипойнт. То есть во время работы я подключал эти наушники и к своему смартфону, и к своему ноутбуку. И по надобности эти наушники адекватно переключались между двумя источниками звука. Не всякие именитые бренды так умеют. А здесь, пожалуйста, всё работает из коробки. Что сказать про автономность данных наушников? Ну, во-первых, здесь стоит батарейка на 700 мАч. Во-вторых, производитель обещает 76 часов беспрерывной работы. И, честно говоря, я ими пропользовался где-то в совокупности 30 часов. И за это время, если верить смартфону, потому что на самих наушниках никак нельзя посмотреть заряд, у меня осталось 60% ёмкости аккумулятора. Что крайне-крайне неплохо. Так что можно надеяться на то, что они действительно будут работать крайне долго. Заряжаться, естественно, через Type-C. Он здесь ничем не прикрыт. Но, в принципе, это нормально. На зарядку, если эти наушники обычным 10-ваттным блоком питания заряжать, тут нет никакой быстрой зарядки, уходит 3 часа. В начале ролика я сказал, что эти Heavit H655 Bluetooth, которые выглядят крайне презентабельно, стоят как недорогие ТВС. И, действительно, если зайти сейчас на их магазин на Озоне, то эти наушники можно купить за 3300 рублей. За 3300 рублей сейчас, если говорить именно про полноразмерные наушники, ну, не очень понятно, что вообще можно купить. Здесь же есть, ну, вообще всё, что вот мне нужно. То есть, тут есть подключение по проводу без всяких извращений. Здесь есть меняемое управление. Неплохой звук. Здесь есть шумодав. Да, шумодав довольно простенький и не очень этот шум давит. Но эргономика тут на высоте. Единственные мои вопросы – это к материалам амбушюра. Ну, вот есть такое у меня ощущение, что долго они не проходят. Возможно, я ошибаюсь. Ну, и, конечно, моя личная просьба – это сделать вот что-то такое же, но складывающееся внутрь, ну, потому что они довольно крупные. В общем, у меня всё. Если остались вопросы по поводу этих наушников, ссылку, естественно, на продавца я оставлю в описании. Задавай в комменты. Там и общаемся. Лайк, подписка – всё как обычно. Пока, пока.